приветствую всех на канале Бажениты это Омская область с вами я ведущий Влад ветер со спины постараюсь говорить погромче чтобы было слышно лучше буквально вчера был вопрос от зрителя а каковы у вас цены в деревне на жилье то есть стоимость недвижимости я сразу уточню что у нас где я живу это не деревня это село о том что это село гласит вот этот крест наличие креста перед въездом населенный пункт говорит о том что здесь находится церковь приход то есть село является центром административного поселения вокруг находится еще где-то около семи или восьми деревень которые входят в это поселение если разглядите то дальше будет видно стелла год образования этого села я объясню значит я так понял что человек который спрашивает об этом живет не в россии а в соседней республике казахстане ну и для других тоже будет интересно услышать какова цена узнать какова цена на 10 значит реальная на недвижимость у нас селе и каковы критерии оценки недвижимости одна из основных критерий оценки недвижимости это удаленность от районного центра я сейчас нахожусь на асфальтированной дороге которая входит село сейчас я повернулся 180 градусов в общем до райцентра от нашего села по асфальту 25 километров но это 25 километров советской постройки убитый асфальт конечно его каждый год ремонтирует поставить с ним что-то делать но ехать приходится на машине минут 40 45 но грозовой там или на автобусе там конечно колеса покрупнее ехать легче и быстрее также можно добрый но это значит до саргатки 25 потом значит по объездной 4 километра и выезжаешь от саргатского от районного центра поселка городского типа до города до омска 105 километров вот считайте сколько будет больше 130 от села конечно от нашего если посмотреть карту есть еще другие дороги можно проехать по тюкалинской трассе то есть значит 7 километров тоже насыпная дорога щебенка убитый асфальт до михайловки и от михайловки где-то 18 километров грунтовая дорога ну там нормально до тюкалинской трассы и так от села где-то 20 20 20 21 22 километра до тюкалинской трассе мы все местные жители стараемся ездить город сокращая дорогу не ехать через саргатку то что туда обратно 30 километров это значительно а ездим по тюкалинской трассе также можно проехать и через по другой дороге нужно карту смотреть значит еще третья дорога есть она еще короче но тоже грунтовая дорога есть до новопокровки потом от новопокровки выезжаешь на аксёнова и от аксёнова на асфальт сразу на трассу омск тары и там где-то восьмидесятый километр ну тоже намного короче но если прошел дождь если сильные метели эти дороги значит могут быть непроезжимы так что весной и осенью или когда после сильных метелей приходится ездить в город через саргатское я сейчас проеду по силу я поехал в жкх за водой за питьевой у нас конечно есть водоканал значит водоснабжение по всему силу есть колонки но эта вода является технической как и везде практически везде по омской области конечно и пить можно местные жители пьют я предпочитаю покупать жилищно коммунальном хозяйстве нормальную фильтрованную воду то есть 18-19 литровый бутыль стоит порядка 50 рублей даже не хватает до 50 и на ее пьем из нее готовим питьевая хорошая вода я проеду по селу покажу основные дома которые продаются и скажу примерную стоимость но я могу сказать так что стоимость на недвижимость зависит от аппетита продавца и покупательской возможности самого значит покупатели конечно все хотят продать подороже а всех а другие хотят купить подешевле и поэтому стоимость на недвижимость зависимости от конъюнктуры вот это вот рыночной конъюнктуры на либо поднимается либо опускается здесь вот нужно смотреть авито забивать населенный пункт омская область саргатский район и смотреть как какое жилье вас конкретно интересует если мне попутно будет я конечно подъеду посмотрю оценю со своей с местной точки зрения и скажу примерную стоимость но я могу скажу за себя стоимость жилья имеет значение от того какие у вас соседи если у вас соседах будет жить такой человек как я то я не завидую моим соседям я ложусь поздно встаю рано у меня наличие кучи техники которая постоянно работает заводится наличие животных которые всю ночь орут визжат гавкают короче жизни спокойно рядом со мной не будет многие из местных некоторые работают значит у фермера есть работа не конечно в жкх слесарями там мастерами и тому подобное человек 12 наверное работы но там работа зарплата нестабильная могут и месяца по два не давать зарплату потом рассчитаться многие мужики специалисты там ну как специалисты электрики там какими-то мастера технологи шофера ездят вахтовым методом работать на соседний регион на нефтянку то есть рядом тюменская область если гражданин россии да ездят из алтая есть люди ездят устраиваются работают на нефтянке вахтовым методом месяц отработали месяц дома но если получается у них хорошо они по два месяца работают приезжая только домой отдохнуть на 20 дней отдохнули побухали расслабили все и опять на работу ну мне это не интересно и мне интереснее жить дома скажу так что кто живет или хочет жилье купить по трассе омск тары там жилье на порядок дороже но там есть такая особенность все кто там живет большинство не имеет возможности заниматься личным подсобным хозяйством потому что нет земли негде накосить плотность очень большая вот я сразу сразу показываю значит на въезде вот это вот вот дома советские постройки какие продаются какие не продаются короче нужно учитывать то если сколько человек прописано если прописанные малолетние есть такие тут товарищи которые по трое-четверо детей собрались уехали детей не выписали а кричат что я продаю а потом когда коснется дело продажа продать они не могут подъеду к дому или к улице я покажу какие тут улицы и какие значит какие до московского каковая примерная стоимость желающих продать жилье есть конечно вот здесь за спиной находится улице юбилейная у вас у нас прямо напротив администрации жилищно-коммунальное хозяйство есть у них который тут управление и вот я просто по уеду по улице юбилейной асфальта тут нет но насыпная щебёночная дорога вот такие вот домики тут плотность здесь построек очень большая если есть дома конечно люди живут но за счет плотности за счет качества построек есть такие что которые бросили жилье свое и уехали не раздумывая с этой стороны то же самое с одной стороны дома живут с другой стороны разруха упустение почем мне тут пытается продать я даже не знаю но это можно посмотреть на авито вроде как вот этот дом продается здесь все нормально тут хорошо но здесь перекрытие у домов деревянные тоже вот брошенный дом потому что некачественного построен устроен строили чеченцы а с другой стороны абсолютно хороший дом ухоженный постройки все умеется вроде как они купили под материнские капиталы плюс еще добавили 200 тысяч вот такая вот стоимость было вот у этого жилья сейчас я выйду на центральную улицу и покажу еще какие есть дома в наличии а что продается это нужно просто посмотреть по вид полистать вот и такие дома есть на одного хозяина по центральной улице по кооперативной где-то 40-х годов постройки дома пенсионеры живут здесь центр школа находится школа и детский садик с этой стороны дом культуры почта это здесь дольше колхозная контора на первом этаже сбербанк все работает далеко конечно не поеду здесь возле магазина развернусь принято доеду до церкви там развернусь в общем протяженность вот эти центральная улице 2 и 8 километра от конца до матемы сейчас вот церковь если развернусь возле церкви в общем протяженность вот этой центральной улице 2 и 8 километра вот олнижается у в в в в в в в это магазин я уже показывал есть у меня в моих наших роликах начало 20 века постройки купеческий дом не дома он сразу был построен как магазина дом находился на территории так мимо дома культуры проезжаем тоже все работает здесь и библиотека и культурная работа ведется автобусное сообщение с райцентром с городом остановка стоит ну а здесь парк и мемориал стоит памятник сейчас я заеду на другую улицу на мельничную я повернул на 90 градусов от кооперативная улица и вот здесь покажу вроде бы как продается дома нужно я спросил утром кого погоняли то ли продается то ли не продается не знаю ну в общем то продавали то потом опять прекращали пенсионеры старики продают вот этот дом с синими воротами вот этот дом чем хороши вот эти дома вот этот проект я тоже живу в доме вот такого же проекта у него большие комнаты удобная планировка а самое главное перекрытие бетонная то есть не деревянные балки а пустотные плиты сверху лежат но на этой вот улице большой минус тем что нет задов то есть зады конечно они есть но нет огорода я сейчас задов заеду и покажу три дома стоят плотно друг другу но советская проектировка была рассчитана как построили дома пожалуйста живите ходите на работу и работаете время сменилось а получается что нужно не только работать что нужно еще держать хозяйство чтобы жить но здесь можно вот на эту улицу заезд есть 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 на улицу заесть но за домом нету нету огорода у одних есть у других нету и вот кто продает этот дом огород находится напротив дома через асфальт ну тоже удобно рядом ухоженность домов зависит от благополучия благосостояния их хозяев есть такие версии в общем от самих хозяев есть такие дома вроде бы и у людей есть доход вот слушает нет проеду потихонечку вроде бы людей доход есть а если они есть по жизни неряхи то они неряхи они всегда будут и не пытаются даже соблюдать санитарную чистоту дома здесь у нас по селу много улиц только по центру три параллельных улицы протяженностью два километра и более а еще перпендикулярных улиц там несколько штук улице вокруг озера сейчас мы опять по центру едем центральная улица я повернул на улицу саргатскую она уходит потом выходит из села и идет по направлении в сторону райцентра саргатская вот смотрим дома что на ави в общем что на авито вы увидите какое жилье просто напишите мне задайте конкретный вопрос я подъеду туда скажу что за люди там живут какие соседи беспокойные проблемные или нормальные спокойные пенсионеры потому что многие городские хотят приеду в деревне и буду жить там в тишине и спокойствии на самом деле это не так если кто живет рядом со мной в тишине и спокойствии жить не может что я человек беспокойный и соответственно всем соседям тоже доставляю неприятности беспокойства я покажу улицу на которой я живу это улица новая вот стоят дома двухквартирные на два хозяина у нас на улице нет асфальта это конечно и плюс с одной стороны а с другой стороны огромный минус если есть асфальт то постоянно народ ездит постоянно шум не скотину не выгнать значит не птицу у нас тут спокойно но если грязь если дождь прошел туда в доехали заехать на улицу очень сложно проблематично короче подвожу итог кому интересна стоимость недвижимости критерии оценки недвижимости пишите непосредственно мне задавайте вопрос постараюсь на него ответить а пока подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик ставьте лайк или дизлайк всем пока пока еду потихонечку здесь с улицы своей выбираясь еще сразу на вопросы отвечу тоже задавали вопрос почему я не уеду жить в город потому что не хочу у нас есть жилье в городе для детей специально квартиры однокомнатная есть уже года наверно четыре туда не заходил и не смотрел что там делается и коммунальное не платил надо съездить посмотреть есть двухкомнатная там дед живет инвалид с нами одно время он пожил тут пока дети были в армии всего не понравилось не нравится поеду жить домой но все вон там ходит за ним сиделка то есть уехать можно в любой момент все распродать и жилье продать у нас жили квартиры приватизированные всю технику продать животных продать купить нормальное живье жилье в омске и что там я буду делать вот ну продам я все куплю что я буду делать я буду заниматься мне такой возраст мне за 50 на работу меня нигде не возьмут устроить свой бизнес на свой бизнес нужны тоже деньги начальный капитал и по а потом какой бизнес он же должен быть не убыточным а прибыльным этот бизнес устроить сырные работы продавать свои свою свою голову или свои руки я не привык сильно подчиняться я сам в состоянии нанять людей чтобы работали на меня короче ответ понятен почему они уже и в город потому что это мне не интересно нет на это это желание